Первая заповедь для здоровья, часть вторая. Душа в поисках духовного равновесия. Некоторые люди не верят, что избыточный вес – это духовная проблема. Я знакома со многими полными мужчинами и женщинами, которые любят Господа и служат Ему. Я считаю, что лишний вес – это плотская проблема с духовным разрешением. Изменения начинаются тогда, когда вы принимаете решение искать истину в своей жизни конечным источником, который является Бог. Когда Он господствует во всех аспектах вашей жизни, всё приходит в равновесие, и вопросы избыточного веса разрешаются навсегда. Но что значит жить духовно сбалансированной жизнью? Эту тему мы с вами обсудим в следующих трёх главах. Глава пятая. Путь молитвы. Когда я вспоминаю всё, что делала, чтобы избавиться от лишних килограммов, единственное, что я тогда не делала – я не молилась. Да, конечно, я молилась о других вещах. Просила Бога благословить пастора или не отправлять меня миссионерам в другие страны. Наверное, я просила что-то для себя, например, в плане денег, которые всегда были проблемой. В браке с этими проблемами приходилось сталкиваться каждый день. В жизни детей за детей всегда нужно молиться. Но молиться о весе – с этим, я думаю, я справлюсь сама. Дело не в том, что я не верила в любовь Божию ко мне, я знала, что Он меня любит, но мой вес был личной проблемой. Я была уверена, что должна научиться контролировать свой вес, хотя я теряла и приобретала всё те же 9 килограммов много раз. Глубоко внутри себя я думала, что у Бога, как владыки всей Вселенной, имеется множество других, более важных дел, чем мои лишние 9 килограммов. С проблемой веса я должна была справиться сама. Как бы то ни было, в моём уравнении с избавлением от лишнего веса Богу не было места. А как дела обстоят у вас в этом смысле? Если исследовать вашу жизнь, то до какой степени Бог является центром и сущностью всего, что вы делаете? До какой степени вы знаете не просто разумом, но ощущаете сердцем, что Бог любит вас и глубоко заинтересован всеми аспектами вашей жизни без исключения? До какой степени вы можете быть абсолютно честными и искренними с Богом? Готовы ли вы открыться перед Ним во всех сферах жизни? Знаете ли вы о том, что Бог действительно желает для вас самого лучшего? И можете ли вы быть в этом уверенными? Я убеждена, что устойчивое избавление от избыточного веса зависит от наших отношений с Богом. Мы можем бороться и сколько угодно потеть, мы можем считать калории, ходить пешком по лестницам, но если мы не сможем полностью доверить Богу всю свою жизнь, пока не успокоимся в Нём и не позволим Ему вести нас, мы никогда не добьёмся успеха в этой области. Чтобы избавиться от лишнего веса, нам нужно обрести духовное равновесие. Вся проблема в том, что мы редко думаем о лишних килограммах с духовных позиций. Проблема с капитуляцией. Скажите мне, не задумываясь, если вы хотите похудеть, что вам нужно делать в первую очередь? Вы скажете, двигаться или есть меньше? Обычно мы так и думаем, когда дело касается веса. А вы когда-нибудь задумывались о полной капитуляции и посвящении своей жизни Христу в качестве ответа на наш вопрос? Для формулы успеха это предложение кажется странным. Если вы хотите потерять лишний вес, встаньте на колени. Однако в этом сокрыта глубочайшая истина, и я призываю вас обратить на неё внимание. Цель оздоровительной программы «Первая заповедь для здоровья» состоит не только в нормализации веса. Цель в том, чтобы жить сбалансированной жизнью в духовной, интеллектуальной, эмоциональной и физической сфере. Когда это произойдёт, вопрос с лишним весом будет разрешён раз и навсегда. Поэтому, когда дело доходит до истинно сбалансированной жизни, без Господа здесь обойтись невозможно. Идея полной капитуляции перед Богом на первый взгляд не кажется привлекательной. Обычно мы не испытываем желания капитулировать перед чем-то или кем-то. Обычно капитуляция – удел армии, проигравшей войну. Капитуляция происходит тогда, когда ребёнок отдаёт деньги, данные ему на завтрак, громили из школы. Капитуляция предполагает слабость или поражение. Сдаваясь, мы, как кажется, полностью теряем контроль, а может свой статус и положение. Но что мы делаем, когда не сдаёмся и не отдаём свою жизнь Христу? Всё очень просто. Мы крепко цепляемся за свою жизнь и пытаемся выжить из неё всё, что можно. Мы пытаемся жить собственными силами. Что вы говорите себе в таком сценарии? Вы когда-нибудь обращались к себе с такими словами? Мне не нужно обращаться к Богу. Сама справлюсь. Я всё сделаю по-своему. Мне всё равно, что думает Бог. Всё зависит от меня. В любом случае, никто мне не поможет. Мне нельзя раскрываться перед всеми. Никто не сможет понять мою истинную суть. Вы можете говорить это по-разному, но идея одна и та же. Мы все когда-то думали, что справимся с проблемой лишнего веса без духовного аспекта. Но когда наша жизнь не подчинена Богу, мы ошибочно полагаем, что сами обладаем достаточной силой для разрешения этой проблемы. Но эта версия просто не работает. Вы видели неутешительные статистические данные, подавляющее большинство усилий, направленных на борьбу с лишним весом, обречено на провал. Мы пробовали все быстрые варианты и идеи, представленные в средствах массовой информации. Да, конечно, мы можем избавиться от какой-то части веса на какое-то время, но если ошибочно верим, что все зависит от нас, мы обязательно получим обратно все килограммы, от которых прежде сумели избавиться. Может, пришло время испытать лучший путь для разрешения этой проблемы? Я предлагаю вам посмотреть на слово «капитуляция» в новом свете, в свете приглашения Бога в наше уравнение. Бог не является лишь фактором в этом уравнении. Он есть итоговая сумма всего, чего мы добиваемся. Основание для полной капитуляции перед Господом мы находим в Евангелии от Матфея, 11 глава, 28-30, в отрывке со словами Иисуса. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко». Когда мы постоянно пытаемся что-то сделать, но у нас ничего не получается, мы можем устать. Мы также устаем и испытываем тяжесть, когда запутываемся в грехе, бегаем за быстрым разрешением проблем или делаем то, что вредно. В противоположность этому Иисус предлагает нам истинный покой. Представьте, что вы вместе с Иисусом впрягаетесь в одну упряжку, объединяетесь с Ним и идете в одном направлении, следуя по Его путям, повинуясь Его командам, учась на Его примере и служении. Когда мы следуем за Христом, мы видим, что Его пути дышат умиротворением, идти по которым легко и радостно. Нам предлагают обменять наш тяжкий груз на следование Его путями, и от этого мы только выиграем. Но что значит капитуляция перед Богом? Она начинается с того, что каждое утро мы просыпаемся с одной мыслью и одной молитвой. «Боже, пусть этот день будет для Тебя». Каждый день сулит новое начало, новой возможности посвятить себя и наши дела Господу. Начните с этого. «Боже, пусть этот день будет для Тебя». Бог покажет, что делать дальше. Воззвание к Богу. Я думала, что мне не стоит беспокоить Бога своими проблемами с весом. Бог слишком занят или слишком озабочен другими важными делами. Кроме того, я не была уверена, что именно Он попросит меня сделать, если я подчиню Ему все сферы своей жизни. Когда я стала заниматься по программе «Первая заповедь», я считала, что Бог дал мне здравый смысл, который я должна использовать. Кстати, я до сих пор в это верю. Я знала достаточно многое из того, что говорит Божье Слово, и я знала, что делать, но часто действовала импульсивно и принимала решения, основанные на собственном понимании сути вещей. Бог произвел огромные перемены в этой сфере. Он научил меня доверять Ему, Его благости и ожидать от Него поведений и руководства, повелений и руководства. Следуя Его водительству, я смогла принимать решения, основанные на Его воле, а не на моей. И мне пришлось научиться терпению. Мне пришлось научиться не отвечать сразу, потому что Бог действует в им избранное время, а не тогда, когда я того хочу. Я обрела великий покой, о котором говорится в книге пророка Иеремии 33.3. Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь. Вот к чему приглашает нас Бог – всегда приближаться к Нему. Я смотрю на книгу пророка Иеремии, как на телефонный номер. Бог всегда на месте, никогда не спит и никогда не бывает слишком занят, и потому всегда отвечает на мои звонки. Мы можем с уверенностью приблизиться к Господу. Мы можем подойти к Его престолу благодати со смелостью. Бог любит нас, Он заботится о нас. Его глубоко интересует каждая часть нашей жизни, даже если нас мучает проблема с лишним весом. Я уверена, что у каждого из нас есть особые сферы, которые нам особенно трудно подчинить Богу. Мы готовы отдать Ему свою жизнь, однако мы крепко за нее держимся. Например, когда я преподаю в своей группе первой заповеди, легко прийти к мысли, что рост каждого члена группы зависит от меня. Легко волноваться и бояться результатов. Легко полагать, что люди будут благословлены тем, что я скажу, а не тем, что им будет явлено через Слово Божие силой Духа Святого. За многие годы я научилась идти к Богу и ожидать Его водительства в этом вопросе. На протяжении всей недели я продолжаю читать и учиться, и я научилась полагаться на Него в конечных результатах. Он всегда приходит вовремя. Когда я Ему доверяю, Он всегда делает больше, чем я просила или могла вообразить. Если Вы такой же волевой, как я человек, тогда Богу придется показать Вам, что Его пути лучшие. Со временем Вы поймете, что Его лучшие можно получить только через ожидание. Вам нужно позволить Ему произвести устойчивые изменения в Вашей жизни. Эти изменения, скорее всего, не произойдут за одну ночь. Они произойдут в Его время и Его путями. Бог совершит эти перемены только тогда, когда мы сделаем правильный выбор. В этом состоит парадокс. Все зависит от Бога. Но мы несем ответственность за свои решения. Когда мы делаем правильный выбор, Бог открывает нам свои планы и намерения. Я вижу, как это происходит все время. Когда я встречаюсь с людьми на конференциях первой заповеди в различных уголках страны, то часто спрашиваю, сколько веса Вы потеряли? И очень часто в ответ слышу такие слова, я потеряла столько-то килограммов. Но это не самая большая награда. Я пережила духовное преображение, которое изменило все. И это для меня намного важнее, чем избавление от веса. Именно об этом я и говорю. Когда Ваша жизнь достигнет равновесия в духовной сфере, Вашу жизнь придет покой. Бог покажет, как нужно жить во всех сферах жизни. В достижении духовного равновесия есть три компонента. Мне бы хотелось коснуться их здесь и в следующих двух главах. Первый компонент – это молитва. Дышать молитвой. Должна признать, что когда я стала посещать занятия по программе «Первая заповедь», я не имела представления о том, как молиться. Я все время произносила спонтанные и короткие молитвы типа «Господи, мне нужна Твоя помощь прямо сейчас». И это прекрасно, но я редко тратила время на настоящий разговор с Богом. Я ничего не знала об осмысленном разговоре с Господом, о молчании перед Ним и о том, чтобы позволить Ему говорить со мной. Я не сумела развить истинные и дружеские отношения с Богом. Оздоровительная программа «Первая заповедь» прежде всего связана с поиском Бога. Каждый день мы призваны выделять время для молитвы. Молитва – исключительно важный компонент равновесия. Я обнаружила, что когда каждый день провожу время с Богом, Он заранее готовит мое сердце для удовлетворения нужд других людей, с которыми я контактирую. В Псалме 31.8 сказано «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти, буду руководить тебя, око мое над тобою». Какое обетование! Когда мы молимся, Бог руководит, наставляет, учит и хранит нас. Иисус показывает нам пример того, как жить молитвенной жизнью. Он проводил много времени в молитве в уединенных местах. Один из таких примеров мы находим в Евангелии от Луки 5.16. Он уходил в пустынные места и молился. Совершенно очевидно, что Христос понимал важность сосредоточенности на молитве. Мы видим свидетельства и плоды его молитвенной жизни в близких отношениях с Отцом и его силе в осуществлении воли Отца, его преданности, следованию за Богом, чего бы это ни стоило. Молитва обеспечивает нам доступ к Творцу всей Вселенной. Бог любит нас так сильно, что дал нам молитву как средство личного общения с Ним, а Ему с нами. Молитва – это Божья идея. Мы молимся, потому что нуждаемся в этом общении с Ним и хотим этого, но также и потому, что Бог тоже желает общения с нами. За многие годы я использовала разные способы, помогавшие мне молиться. Один из самых лучших методов, которые я обнаружила, заключается в введении молитвенного дневника. Я использую этот дневник, чтобы записать свои молитвы к Богу. Запись молитв помогает мне оставаться сосредоточенной во время молитвенного времени. Еще одно преимущество молитвенного дневника в том, что я могу отследить ответы Бога на мои молитвы, даже когда не понимаю, с какой целью молюсь, за определенного человека или обстоятельства. Однажды утром я почувствовала побуждение молиться за одного из наших лидеров в программе «Первая заповедь» из другого штата. Когда в то утро я пришла на работу, я послала ей записку и рассказала, что по неизвестной причине я почувствовала желание за нее помолиться. Недели позже я получила от нее ответ, в котором она писала следующее. «Ты никогда не поймешь до конца, что для меня означает твоя молитва в тот день». Далее она объяснила, какие события разворачивались в ее жизни и с какими обстоятельствами ей приходилось сражаться. У Святого Духа есть сила и власть объединить верующих в силе молитвы. Мы призваны вставать для молитвы каждый день, чтобы позволить Богу говорить нам о людях, за которых следует молиться. Еще один способ сосредоточиться на молитве – молиться вслух. Когда 8 лет назад мы с Джонни переехали в город Галвистон, мне стало сложнее записывать каждое утро мои молитвы. Мне приходилось ездить на работу за 45 миль, и мне всегда было страшно выезжать на скоростную трассу. Но несколько лет назад я получила удивительное откровение, когда мы с Джинни Блочер, президентом фитнес-клуба «Душа и тело», вместе поехали в Вентуру, Калифорния. Однажды на совместной прогулке она сказала, давай во время ходьбы молиться о предстоящих занятиях. Она стала вслух молиться, и когда она останавливалась, молилась я. Когда я останавливалась, Джинни снова стала молиться. Не успели мои глаза моргнуть, как оказалось, что мы молились в течение часа. Я была поражена тем, что так легко открылась секрет молитвы. Когда ты молишься вслух, твой разум остается сфокусированным точно так, как если бы ты записывала свои молитвы на бумаге. Христова модель молитвы, смотрите Матфея 6, 9, 13, также учит нас молиться за себя и просить у Бога насущный хлеб на сей день. Некоторые повседневные нужды, простые и обычные, в то время как другие могут быть намного серьезнее. Если у вас есть близкий друг, вам интересно узнать его получше, разве не так? Вам хочется рассказать этому человеку все о своей жизни, и вы хотите, чтобы он рассказал о себе. Господь хочет быть вашим другом. Идите к нему, доверьтесь ему, проведите с ним время уже сегодня. Личные отношения. Ваша приверженность молитве – один из наиболее важных шагов в оздоровительной программе «Первая заповедь». Ваш Небесный Отец хочет иметь с вами личные отношения. Он приглашает вас ежедневно проводить время с ним в молитве. Для начала определите, какое время дня вам кажется более удобным для уединения с Богом. Для меня самое лучшее время – утро. Я просыпаюсь бодрой и готова посвятить Богу самую лучшую часть в начале дня. У вас все может быть иначе. Может, у вас маленькие дети, и как бы вы ни старались, вы не в состоянии проснуться раньше своих детей. Если это ваша ситуация, возможно, самым лучшим временем для общения с Богом будет дневной сон детей. Или может вам удобнее пораньше прийти на работу, чтобы там побыть наедине с Богом. Если вы живете одни, может, вы предпочитаете общаться с Богом вечером. Когда бы вы не встречались с Ним, нужно, чтобы вы обязательно уединялись без помех и без вторжения со стороны. Если молитва является для вас новым и незнакомым понятием, предлагаю следующий метод молитвы. Это, конечно, не единственный метод, но вам легко будет запомнить некоторые важные аспекты. Сосредоточенность. Вам будет легче сосредоточиться на молитве, если у вас есть постоянное и привычное место для встреч с Богом. Найдите место дома или в офисе, где вам никто не помешает, где нет шума и никто не будет вас отвлекать. Возьмите с собой Библию, какую-нибудь книгу с молитвами, пособие по изучению Библии из программы Первой заповеди и молитвенный дневник. Когда вы используете одно и то же место каждый день, вы полностью сосредоточиваетесь на цели своего присутствия. В качестве очень хорошего молитвенного пособия можно порекомендовать книгу Освальда Чемберса «Все, что в моих силах, ради славы его». Используйте эту книгу для того, чтобы войти в молитвенное время с Господом. Эта классика никогда не устареет. Приглашение. Успокоившись и настроившись на молитву, первым делом пригласите Господа присоединиться к вам. Для этого можно спеть песню хвалы или гимн, если хотите. Это делается для того, чтобы сосредоточить свое внимание не на себе, а на величии Бога. Мне нравится начинать молитвенное время с молитвы поклонения. Поклонение означает восхваление. Когда вы начинаете молитвенное время, восхвалите Бога за его характер, за все, что он есть и за все, что он сделал. Сначала вам все это будет казаться странным, но со временем вы обнаружите, что восхваление Бога возвышает ваш разум и настраивает на правильное отношение к молитве. Господня молитва начинается с восхваления. Многие из нас знают эту молитву с детства. Ее можно найти в 6 главе Евангелия от Матфея и в 11 главе Евангелия от Луки. Она начинается так. «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое». Слово «святится» означает нечто священное, почитаемое или благословенное. Когда мы хотим, чтобы имя Божие светилось, мы выражаем свое восхищение и благоговение перед Ним. Смирение и примирение. Смирение перед Богом означает согласиться с Ним в том, что наш грех омерзителен в Его глазах. Давид красноречиво говорил об этом в Псалме 31.5. «Но я открыл Тебе грех мой и не скрыл беззакония моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и Ты снял с меня вину греха моего». В Новом Завете апостол Иоанн говорил о том же в своем первом послании 1.9. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Попросив Бога открыть вам то неправильное, что вы, возможно, совершили или сказали за последний день, помолчите перед Ним. Попросите Его также показать вам, где вы пренебрегли или игнорировали то правильное, что нужно было сказать или сделать, что пошло бы на пользу вам или кому-то другому. Лучше всего об этом сказал Павел в послании к римлянам, 7 глава, 15 стих. «Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю». После того, как Святой Дух откроет вам все неправильные слова и поступки, все отношения сердца и или неправильные слова и поступки, которые вы могли произнести и сделать, но не сделали, скажите Богу, что вы сожалеете и просите у Него прощения, а также Его помощь в этой области. Если ваш грех касается другого человека, постарайтесь до молитвы к Богу встретиться с этим человеком и попросить у Него прощения. Примирение с Богом и с другими людьми хранит нас в чистоте и правильных отношениях с Богом и другими людьми. Изучение Библии. Теперь вы готовы к изучению Библии и к этому нужно подходить вдумчиво и молитвенно. Более подробно об изучении слова мы поговорим в 7 главе. В Евангелии от Иоанна 8 глава 31-32 стих Иисус сказал, «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Изучение Библии позволит вам познать Бога и то, чего Он хочет для вашей жизни. Каждое слово в Библии – истина, и именно по этой причине мы изучаем его, чтобы заменить свое искаженное мышление истиной. Доверие. В завершении каждой молитвы предавайте свою жизнь и повседневные дела в любящие руки Бога. Прекрасные слова о доверии можно найти в притчах 3 глава 5-6 стих. «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои». Когда мы доверяемся Богу, мы заявляем, что хотим принять Его планы на сегодня. Мы говорим, что если Он хочет изменить наши намерения и намеченные нами планы, мы согласны, потому что доверяем Ему и верим, что Он совершит то доброе, что приготовил для нас сегодня. Наше предложение о распределении молитвенного времени лишь один из вариантов. И это не единственный вариант того, как вы можете организовать свою молитву. Вы призваны каждый день своей жизни уделять время для общения с Богом. Поверьте, что Богу интересно проводить время с вами, и Он поможет вам найти возможность пообщаться с Ним. Совместная молитва. Я хочу коснуться темы совместной молитвы, еще одной молитвы, которую вы встретите на собраниях групп первой заповеди. Мы верим в важность совместной групповой молитвы, поэтому мы молимся в начале и в конце каждого собрания. Молитвенное время в начале обычно короче. Часто мы просто посвящаемся собрания к Господу и просим Его помочь нам сосредоточиться на предстоящем занятии. Обычно завершающая молитва в конце встречи длится около 15 минут. За это время участники просят молиться о них или о том, что поможет им добиться успеха и прогресса. Мы просим людей ограничивать молитвы личными нуждами. Если вы можете раскрыться в достаточной степени, чтобы просить других молиться о своих конкретных нуждах, вы увидите могущественную силу молитвы в действии. Например, одна женщина, которая уходит в мою оздоровительную группу в 6.15 утра, мучилась от серьезных проблем в браке. Иногда она не успевала войти в дверь, как тут же начинала рыдать. Она приезжала к нам на собрание издалека и буквально едва сдерживала слезы до тех пор, пока не попадала к нам. Мы окружали ее и начинали молиться, чтобы она смогла выстоять в предстоящий день. Мы объединялись вокруг этой изболевшейся души и поддерживали ее, принося к Господу на руках молитвы все ее нужды. Здесь важно отметить, что совместная молитва означает, что все упоминавшиеся нужды останутся в пределах группы. Мы просим каждого участника никогда не разглашать молитвенные просьбы никому вне группы. В результате члены группы знают, что их нужды останутся конфиденциальными. И, собственно, у опыта скажу, что члены групп почитают это требование и возлагают молитвенные просьбы в руки Господа. Когда мы находим безопасное и надежное место для наших молитвенных просьб, мы можем выразить свои глубочайшие и потаенные нужды и заботы, и они уже больше не будут иметь власти над нами. Духовный баланс сегодня. Сутью оздоровительной программы «Первая заповедь» является достижение равновесия во всех областях – физической, духовной, ментальной и эмоциональной. Сбалансированная жизнь возможна только тогда, когда в ее центре стоит Иисус Христос. Бог сегодня предлагает вам пригласить Его стать центром и сутью всего, что вы делаете. Господь хочет, чтобы вы знали не только в своем разуме, но и в сердце, что Его пути для вас самые лучшие. Он хочет, чтобы вы были абсолютно твердо уверены в том, что Он вас любит и глубоко заинтересован в каждой детали и во всех сферах вашей жизни. Прямо сегодня оцените свою жизнь. До какой степени вы можете быть до конца честными и искренними с Богом. Вы готовы полностью раскрыться в каждой сфере жизни пред Ним. Сегодня Он призывает вас взять на себя Его иго и научиться от Него. Его пути легкие и Его бремя не тяжко. Вы можете пойти вместе с Ним, Его путями через молитву. Перечень условий для успеха. Изменения начнутся тогда, когда вы начнете усваивать Его истины в своей жизни. Бог есть источник всякой правды. Ваша жизнь с Ним будет сбалансированной, а проблемы с весом будут разрешены раз и навсегда. Когда Иисус Христос является Господином в вашей жизни, вы можете подойти к Его престолу благодати с уверенностью и смелостью. Бог любит и заботится о вас. Он глубоко заинтересован всеми сферами вашей жизни, включая проблему лишнего веса. Подчинение Богу вашей жизни каждый день начинается с простой молитвы. «Боже, этот день для Тебя». Посвятите каждый день своего путешествия Господу. Если хотите избавиться от лишнего веса, встаньте на колени.